МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Безполучки. Вопросы своевременной выплаты зарплаты обсудили в Доме правительства. Мусорная гора. В Чебоксарах обнаружили несанкционированную свалку. Искусство творить. Свой профессиональный праздник отметили работники культуры. До конца года индекс промышленного производства в Республике должен составить 102%. Объемы отгруженной продукции могут достигнуть 250 миллиардов рублей. Такие прогнозы сегодня озвучили на еженедельном совещании при главе Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Портия и республики продолжают расширять внешнеэкономическое сотрудничество. Перспектива за азиатскими рынками. Так, электроаппаратный завод недавно открыл свой филиал в Узбекистане. Ведущие производители региона в этом году реализуют ряд масштабных проектов. ИЛАР сотрудничество с ПАО «Силовые машины» проступило к реализации проекта. Модернизация шести энергоблоков Средооргинской ТЭС в Узбекистане. Группа компаний «Хевел» также расширяет сотрудничество с сферой солнечной энергетики. И по прогнозам, предприятия республики продолжат наращивать обороты. Глава региона отметил, что большие перспективы сейчас открываются перед машиностроителями. Пакет заказов формируют и производители бульдозеров. К тракторному заводу необходима рабочая сила. В этом году, по тем данным, которые они нам давали, на эту оперативную информацию, до 2000 человек будут набирать на работу, как работодатель. Это очень важно для нас на всех четырех площадках. Он еще производство хочет расширять. Вы слышали цифру 6 миллиардов рублей. И самое главное, это производство не в городе, а в сельской местности. Сварщики, насколько я знаю, у него там зарабатывают в среднем 70 тысяч рублей. По данным Минэкономики, уровень средней заработной платы в республике растет. А благодаря поступательной борьбе с неформальной занятостью, увеличиваются и доходы в региональной казне. С начала этого года в бюджет республики поступило более 9 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда – это собственные доходы. 2,3 миллиарда – безвозмездное поступление из федерального бюджета. Динамика достаточно серьезная – 27% с ростом к уровню прошлого года. Еще одна тема на повестке дня – реализация инвест-проектов в индустриальных парках Чебоксар. На обеих площадках должны начать работу более 20 резидентов. Необходимые коммуникации проложили за счет бюджета. Обе площадки оснащены необходимой инженерной инфраструктурой. Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение для обеспечения производственной деятельности, а также асфальтированными дорогами для доступа к каждому участку. Производители компрессоров для грузовой техники завершили строительные работы. И после монтажа оборудования во втором квартале 2019 года планируют открыть производство. В индустриальном парке второй очереди предусматривается размещение 16 резидентов. В сфере промышленного производства 13 участков распределены. Резиденты индустриальных парков намерены создать порядка полутора тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей. Глава региона отметил, что власти республики и города должны дать предпринимателям зеленый свет. Реализации инвестиционных проектов ничего не должно помешать. Процесс освоения участков тормозила проблема получения тех условий на газ. Сейчас этими вопросами занимается управляющая компания при индустриальном парке. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика. Тем временем более 2,5 тысяч человек в Чувашии не получили вовремя зарплату. Что делать с работодателями-должниками и как вернуть людям, частнозаработанные, обсудили на заседании межведомственной комиссии. 146 миллионов рублей задолжали предприятия республики своим работникам. Среди недобросовестных работодателей 51 организация. Из них 23 – предприятия банкрота, на счету которых долг более 132 миллионов рублей. Наибольшую задолженность по выплате заработной платы имеют следующие организации республики. Это государственные монетарные предприятия Чувашской республики, Чувашавтотранс, Минтранса Чуваши. Здесь сумма долгов по заработной плате составляет 79,5 миллиона рублей. Перед 728 работниками. Это составляет более 55% от общего суммы долга по заработной плате в республике. Следующие торги назначены на 29 марта, 17 и 26 апреля. С молотка уйдут автобусы и два автовокзала Чувашавтотранса. Прогнозы пока обнадеживают. Конкурсный управляющий заверил, что после той ревизии, которая проведена на предприятии, имущества будет достаточно для реализации погашения долгов. Сегодня предприятия активно выставляют лоты на продажу. Да, пока, как здесь было уже сказано, проданы только магазины. Небольшие лоты, которые пошли на погашение налоговой задолженности. Но большие ожидания у нас от реализации подвижного состава, от реализации автостанций и, соответственно, земли под ними. Также основного здания Чувашавтотранс по улице Гагарина. Ну и площадок в Новочебоксарске. Получил 214 миллионов рублей. Пусть даже по торгам что-то и снизится. Вдруг задолженность погасить и по налогам, и на задолженность по зарплате хватит. Другое дело, как там будут по договорам, дальше расписано, какой период времени, допустим, месяц или полтора. Но уже к концу мая, тем более если в мае, решен вопрос должен быть. Другой крупный должник – Аллатрский завод низкотемпературных холодильников. За ним более 12 миллионов рублей невыплаченной зарплаты сотрудникам. В ближайшие месяцы должны реализовать и его имущество. За Чебоксарской типографией номер один остается более 11 миллионов рублей долга. Работа по погашению задолженности и привлечению к ответственности виновных должностных лиц будет продолжена, подчеркнул глава Чувашии. Ситуация находится на контроле правительства республики. На совещании также обсудили меры по легализации неформальной занятости в сфере образования и культуры. Необходимо постоянно проводить мониторинг индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с которыми учреждения культуры заключают договор оказания концертных услуг. Руководству Минобразования Чувашии Михаил Игнатьев рекомендовал подумать о том, как можно выявить тех, кто занимается репетиторством. Эти люди тоже должны платить налоги. Ирина Волкова, Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Еще осенью Чувашия перешла на новую систему обращения с отходами. Однако до сих пор не все муниципалитеты оборудовали контейнерные площадки. А собираемость за вывоз мусора оставляет желать лучшего. Как решить эти и другие вопросы, глава Чувашии обсудила с представителями ответственных министерств и ведомств. В совещании в режиме видеоконференции приняли участие и главы администрации муниципалитетов. С октября региональный оператор вывез на полигон около 900 тысяч кубометров отходов. За это население республики должно заплатить более 300 миллионов рублей. Пока счета оплачены только наполовину. Производитель мусора является все равно человек, и человек должен отвечать. Тариф для города 75 рублей 70 копеек с одного человека. Для сельчан чуть меньше 60 рублей 71 копейка. Хорошая собираемость в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе. Совсем другая картина в Батаревском, Красночитайском и Комсомольском районах. Главная задача, которая сегодня стоит, это наладить сбор за вывезенный мусор. Второе, это чтобы населению было понятно, что мусор вывозится. И здесь в постоянном режиме сейчас с главами муниципальных образований, поселений, оператор отрабатывает графики по вывозу мусора, подстраивается под пожелания именно в первую очередь поселений, глав. 50% оплаты не собрана, соответственно, идет недоплата перевозчикам. Это вот следующая проблема, которая может возникнуть. Чтобы улучшить собираемость сборов за вывоз мусора, нужно наладить этот самый вывоз. Пока контейнерные площадки оборудованы не во всех населенных пунктах. Подминистрациям районов необходимо в кратчайшие сроки провести конкурсы, завершить благоустройство площадок срок не позднее до 1 июля текущего года. На 1 марта 2019 года установлено 17 488 контейнеров. Из них региональный оператор за 5 месяцев организовал силами перевозчиков установку 2295 единиц. В том числе в 2019 году 1105 контейнеров. Кроме того, сейчас оплатить услуги регионального оператора без комиссии могут только жители лишь нескольких городов, в которых установлено специальное кассовое оборудование. Остальные могут оплачивать услуги через онлайн-сервисы и банковские терминалы. В принципе, сегодня наиболее оптимальный вариант для сельского населения – это оплата через почту России. За сбор берут 8 рублей, ну то есть это значительно меньше комиссии. Закупить достаточное количество контейнеров на каждом полигоне, установить весовое оборудование для измерения объемов ТКО и в каждом муниципалитете наладить оплату без комиссии. Такие задачи поставил глава Чувашии перед ответственными ведомствами и главами администрации муниципалитетов. Решить их необходимо до 1 июля. Также на совещании обсудили, как идет техническое обследование образовательных организаций на территории Чувашии. После ЧП в Румарском районе, когда частично обрушилось здание Большечакинской школы, в республике начались проверки всех школ и садиков. Цель – получить субъективную картину о проблемных объектах, чтобы вовремя принять меры. Это плановая системная работа, чтобы нам понимать и приоритеты правильно расставить. И выделить деньги на те общеобразовательные школы через муниципальное образование, чтобы своевременно, действуя упреждающе, обезопасить наших ребятишек, учителей и родителей. При приеме школ к новому учебному году глава Чувашия рекомендовал акцентировать внимание на состоянии несущих конструкций. Нельзя допустить, чтобы школьники начали учебу в неподготовленных полуаварийных зданиях. И в продолжение темы мусора – свалку площадью в 4000 квадратных метров – обнаружили активисты Общероссийского народного фронта в Чебоксарах. На место выехала наша съемочная группа. Вот эта вот гора строительного мусора росла здесь несколько месяцев. Прямо под забором мусоросортировочная станция. Оценить весь масштаб свалки нам сегодня помешал снег. А вот так выглядело это место пару дней назад. Бетонные плиты, деревянные балки, автомобильные шины. По подсчетам общественников, здесь накопилось несколько десятков тонн отходов. Видно, что их поджигали. Вот запах характерной горе вы тоже, наверное, чувствуете. И все это, естественно, уходит и в почву, и в подземные источники воды. И это не единственная проблема. Свалка находится в охранной зоне высоковольтных линий. А это прямое нарушение закона. На такой территории запрещена любая деятельность. Здесь уже нужно будет разбираться по земельному участку. В части ответственности между администрацией города и вот как раз с Россетями. Мы направим наше обращение, и в том числе и контроль надзорганной, и природоохранные органы, чтобы они уже со своей стороны также отреагировали. И зафиксировали уже размер ущерба. За ликвидацию несанкционированных свалок с октября прошлого года отвечает региональный оператор. Мы выявляем собственников отходов, пишем им письмо с претензией о выявлении нарушений. И в течение месяца они обязаны ликвидировать несанкционированную свалку. Если муниципалитет или собственник земельного участка не ликвидирует, то рекоператор ликвидирует своими силами и расходы, понесенные по ликвидации, отнесет на собственника земельного участка. Уменьшить количество несанкционированных свалок под силу и самим жителям. Например, пользоваться услугами по вывозу мусора перевозчиков с лицензией. Так можно быть уверенным, отходы попадут на официальный полигон. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. До 18 апреля в Чебоксарах будет действовать ограничение на въезд в город грузовых машин. Ограничения вводят ежегодно весной на период активного таяния снега. Идет активное водонасыщение, в связи с чем дорожное полотно не способно воспринимать большие нагрузки от тяжелых транспортных средств. В связи с чем управление ЖКХ и благоустройство организованы пункты весового контроля на пяти въездах в город. Ограничение не распространяется на автомобили, которые везут продукты питания, горючие, лекарства и семена. Также разрешение на въезд получил региональный оператор, который вывозит из города твердые коммунальные отходы. Остальным придется приобрести пропуск, либо найти другой маршрут в объезд столицы. За смену через один пост проходит порядка 200 грузовых автомобилей. Если по требованию регулировщика весового контроля машина не останавливается и проезжает мимо, то мы звоним 102 и передаем данные на машину номера, цвет, направление движения. Все средства, полученные от продажи пропусков, пойдут в городской бюджет. Затем их направят на ремонт дорог. Военный комиссариат Чуваши – лучший в Центральном округе. Ведомство удостоили переходящего вымпела за лучшую подготовку и проведение призыва. Вымпел министра обороны страны вручили в Иркутске на всероссийских инструкторско-методических сборах. Его участники отметили, что в республике налажена эффективная работа по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке специалистов в организациях ДСААФ. Сегодня с военным комиссаром Чуваши встретился глава республики, чтобы обсудить итоги призывной кампании. Александр Макрушин отмечает, что в регионе сокращается количество уклонистов, все больше молодых людей остаются служить по контракту. Это говорит о том, что родители ответственны, воспитатели, учителя в школах тоже проводят на достойном уровне военно-патриотическое воспитание. Вы, как уже специалисты, офицеры, знающие компетенцию свою, не по наслышке, а на профессиональной основе, делаете тоже всю эту работу очень ответственно и с честью. Сейчас были в Иркутске у нас сборы, где подвели итоги за год. И что самое приятное, что мы все-таки в этой борьбе в тяжелой и сложности заняли первое место. И родную нашу Чувашию мы не опозорили, мы вышли с гордо поднятым флагом. Ну а сегодня профессиональный праздник работников культуры. На этот раз в Театре оперы и балета прошло не просто торжественное собрание, а еще и расширенное заседание коллегии министерства. На нем обсудили итоги работы за 2018 год и задачи на 2019. Более 300 миллионов рублей в 2018 году направлено на ремонт и модернизацию учреждений культуры. Построено 5 сельских ДК в Аликовском, Батыревском и Бресенском, Комсомольском и Янтиковском районах. В рамках подготовки к празднованию столетия образования Чувашской автономной области отремонтировали 21 культурно-досуговое учреждение. Провели реставрацию восьми объектов культурного наследия. В 2018 году существенной финансовой поддержкой получили три государственных театра в рамках проекта «Культура малой Родины». На выделенные средства театрами приобретено современно-техническое звуковое и световое оборудование. Выпущены 12 новых постановок. В 2019 году будут созданы еще 7 новых спектаклей. Концерт сводного детского хора «Чувашия» и выставка «Росписи Глой» Первый Чебоксарский международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры по камню. Около 100 крупных предприятий всероссийского и республиканского уровней состоялось только в прошлом году. Ставим задачи перед собой, как нам нужно вместе с вами поднимать социальное самочувствие каждого человека. От этого зависит наше долголетие, состояние души и практически в целом состояние здоровья общества. Самую именитую артистку «Чувашии» Веру Кузьмину в День работника культуры отметили благодарностью президента Российской Федерации. Анжелика Сергеева работает в сфере культуры вот уже 28 лет. В детстве она мечтала стать учителем рисования, но судьба сложилась иначе. Анжелика стала режиссером театра. При этом она не просто ставит спектакли, но и сама выходит на сцену. Сейчас уже не представляет себя в другой профессии. Я люблю играть на сцене. Невозможно прочувствовать свой спектакль, не оказавшись внутри. Сегодня Анжелика Сергеева получила почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». Ее работу, как и многих других, отметили медалями и дипломами. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, «Республика». В феврале во время визитов в Чебоксар и тогда еще заместителя министра строительства страны Андрея Чибиса было принято решение. Столица Чувашия станет одним из пилотов проекта «Умный город». О том, что сделано к концу марта, говорили на еженедельном совещании в администрации города. Отдельные элементы системы «Умный город» в Чебоксарах уже работают, доложил заместитель главы столичной администрации Алексей Маклыгин. Активно используются различные цифровые данные, полученные с применением беспилотных летательных аппаратов. Реализуются мероприятия по монтажу автоматизированной системы учета и регулированию потребления воды и тепла в квартирных домах. И в автоматизированную систему сбора и передачи данных выводятся показания приборов горячего и холодного вознабжения и тепловой энергии. Проект «Умный город» на 60% рассчитан на модернизацию сферы ЖКХ. В перспективе в городах должны будут появиться единые центры управления городским хозяйством. Насколько мы сейчас готовы к тому, чтобы у нас по «Умному городу» в рамках единой информационной системы работать? Наша задача как раз к 2024 году, даже по дорожной карте немножко пораньше, такую систему создать. И создать единый центр управления городским хозяйством. Зато комфорта на улицах столицы стало больше уже в минувшие выходные. В микрорайон Садовый начали ездить троллейбусы. Маршрут номер 10 жители ждали несколько месяцев. За выходные новый маршрут опробовали около 2000 человек. Планировалось, что под номером 10 будут ездить 4 троллейбуса, однако пока на маршрут вышли только 3. В одной из машин диагностировали неполадки двигателя. Сейчас специалисты ждут запчасти. Интервал где-то будет 12 минут, мы планировали, где-то 16-18 минут. Из-за того, что будет 3 единицы вместо 4? Да. Когда будет устранена проблема? Что? Когда устранена будет проблема? Ну, где-то к концу недели, 29-го числа придет, и, я так думаю, уже на выходные запустим. На маршруте задействованы так называемые безроги и троллейбусы. Часть пути, улица Фучик, Абогдана Хмельницкого, 9-я школа Кошкина, проспект Айги. Они проходят на автономном ходу. Таким стал первый рабочий день этой недели. Я с вами на сегодня не прощаюсь. После выпуска новостей смотрите программу «По существу». Речь пойдет о проекте «Культурный минимум». Гость студии Алексей Максимов расскажет, как на этой неделе можно бесплатно посетить театр. Компания «Вятские меха» снова в Чебоксарах. На этот раз мы приехали с финальной распродажей. Настало время выгодных покупок. Мы дарим скидку 30% на весь ассортимент. Посетив выставку, вы будете приятно удивлены нашими ценами. И вам, несомненно, захочется приобрести желаемую шубку. Особое внимание стоит уделить распродаже коллекции 2017-2018 годов. Где стоимость норковых шуб не превысит 20 тысяч рублей, а цена на мутон, нутрию, пушнину и дубленки не превысит 7 тысяч. На выставке представлены изделия только отечественных производителей с гарантией качества. Любое изделие можно приобрести в рассрочку до 3 лет без первого взноса и переплаты. Ждем вас с 25 по 31 марта во Дворце культуры «Салют» по адресу Улица Энтузиастов, 36-9 с 10 до 19 часов.